По игре задачи выполнены. Прошли следующий раунд. Показали фрагментами очень хороший футбол. Создали много моментов. Три из них реализовали. Я считаю, что прошла команда та, которая была сильнее. К ребятам больших вопросов нет. Да, мы дали сопернику создать несколько ситуаций, но надо понимать, что это достаточно квалифицированный соперник. Есть ряд очень быстрых игроков, техничных игроков. Мы играли на своих плюсах. Они отходили из себя. Поэтому я рад. Выберемся дальше, готовимся к киприотам. Ну, надеюсь. Пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Мардасевич, пресс-болл вы сказали надеюсь, то есть отдаете предпочтение киприотам? Не предпочтение, что все может быть в этом. Противостоям. Да, Кипра на выезде выиграл 1-0. Ну, возможно, соперник 2-0 обыграет их дома. Это футбол. Еще? Нет, вопрос немножко не так. С кем будет предпочтительнее встретиться вам? Нет, думаю, что там все равно пройдет команда, которая сильнейшая. А с кем будем играть? Кто попадет, все мы будем играть. Нам выбирать не приходится. Не мы выбираем. Это лучший матч «Динамо» под Вашим руководством? Я думаю, что лучший матч впереди. Ну, из тех, что были? Я бы не сказал. Много было хороших матчей. Может, по эмоциям. Не знаю. Мне кажется, что мы от игры к игре прибавляем. Вот это для меня важно. На лучшем матче нельзя жить в сегодняшнем или прошедшем. Надо жить в будущем. Надеюсь, наши лучшие матчи будут впереди. Проблема реализации сильно вас волнует? Понимаете, чем больше мы создаем моментов, тем больше мы их не реализовываем. Это закономерно. Когда ты создаешь три момента и два забиваешь, там, все говорят, хорошая реализация. Но когда ты создаешь 10 моментов, забиваешь три, все говорят, что… Для меня сейчас важно то, что мы… Да, мы создали 10, но мы три реализовали. Это хорошо. Ребята бегут, ребята предлагают себе, ребята выполняют треническую установку. Вот, а голы будут. Но я считаю, что должен быть баланс. И 3-0, я считаю, это хороший результат и хороший баланс. Сергей Витальевич, а что скажете по Хвощинскому сегодня? Просто какая-то катастрофа унесла у нас в реализации. Вроде бы сам все правильно делает, все создает и ничего не сделает. Я могу только похвалить его. Тот объем работы, который он выполнил, сколько он отработал в оборонительном плане, сколько он предлагал, сколько он… Вы думаете, что просто создать моменты? Чтобы создать моменты, в первую очередь надо хотя бы добежать до штрафной. А если он туда вбегает, если он создает моменты для себя, и они есть у него в каждой игре, я могу сказать, что он молодец. А что это стоит без реализации? Что стоит? Ну, создание моментов. Это же ничего не стоит без реализации. У него придут головы. Главное, что у него есть моменты. У вас, видите, моментов нет. А у него есть. У вас сегодня у самого было желание выйти на поле и помочь команде? Есть ли Тата в какой момент? У меня тоже момента не было. Нет доверия тренера. Ну, Сергей Витальевич, в одном моменте очень здорово там, эффектно. У нас мяч остановил. И еще по случайности. Тата. 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 – Рассчитывали на большее количество соцсетей? – А сколько было? – 4-4,5. – 4-4,5. Ну, я хотел бы, конечно, на пятерочку. Но я думаю, что на следующем матче будет больше, чем пятачок. Может, погода, что сегодня такая. – У нас в Лиге Европы больше 5 тысяч нельзя. Все сиденья должны быть оборудованы на спинке. В чемпионате пригласим Монюржей. – Ну, я думаю, с горой-то была пятерка. – С ОМОНом тоже.